Кризис трех лет у ребенка Это когда наш маленький милый ребенок превращается в колючего ежика И отчаянно пытается отстоять свои права Когда ребенок на все говорит нет Когда сплошной негативизм Родителям в этом плане очень тяжело Но детки учатся отстаивать свои права через нет Ищут свои границы У детей длится кризис по-разному У кого-то он занимает около месяца, у кого-то год Поэтому абсолютно по-разному детки Николь около года занимает этот кризис Мы проживаем сложно Нам нужно держаться вместе Чтобы проявлять безусловную любовь к ребенку В моменты, когда она максимально негативная Мы должны ее поддерживать Любить, ни в коем случае не ругать Как получается, так и стараемся Это первый этап взросления детей Когда они учатся взаимодействовать с миром С окружающими людьми И они учатся отстаивать свои границы Поэтому они на все говорят нет Негативничают А потом это будет проявляться еще Когда будет пубертатный возраст И детки будут входить в период полового созревания А это первый период такой сложный Для родителей и для деток Ему важно знать, что мы их любим Если ребенок, например, зимой Хочет пойти в шлепанцах гулять Категорически кричит И не хочет одевать какие-то, да, там, сапоги То если ты в ресурсе У тебя есть время То пусть одевает шлепанцы и выходит И на собственном примере она поймет Что это неправильно, неверно И как бы этот урок будет пройден Естественно, если нет времени у родителей Нет ресурса Нет желания, возможности Ну, в любом случае, вот как-то не получается То тогда мягко, опять же, попытаться Направить ребенка так, как нам необходимо Ну, либо же, может, строгим голосом Объяснить, почему нет И как бы потом достучаться Когда пройдет период негативизма Опять же, все по ситуации Смотрим на ребенка, на родителей Время, которое у нас есть для воспитания Это такой период у ребенка, когда он начинает Показывать свое «я» Начинает протестовать Агрессировать Начинает делать все наперекол Родителям Я думаю, в этот период Родителям нужно намного больше Уделять внимание детям Отдавать свою заботу, любовь, ласку Не закрывать глаза И, конечно, поддерживать ребенка Потому что в этот период он начинает себя проявлять И если не помогать ему в этом То, мне кажется, он закроется И ничего хорошего потом не получится в будущем Мне кажется, что нужно поддерживать полностью Ну, то есть не агрессировать в ответ на ребенка А полностью его поддерживать Потому что он проявляется как личность Он проявляет какие-то свои скрытые таланты И родителю нужно полностью в это вникнуть И поддерживать его Она начинает показывать свое «я» Начинает протестовать Начинает делать все совершенно наоборот То есть она не слушает Да, вот сегодня мы едим две конфеты А она истерит, говорит, что она хочет пять конфет Садимся, разговариваем, объясняем Почему нельзя есть много сладкого Какие могут быть последствия Приводим какие-то примеры ей Она в итоге успокаивается Съедает две конфеты И больше мы не возвращаемся к этой теме Нужно с ребенком находить какие-то альтернативы Идти на уступки Искать компромиссы Например, сегодня ты съешь две конфеты А не пять Но зато мы пойдем в парк погуляем Завтра я тебе куплю сладкую вату Или что-то в этом духе Потому что если ставить какие-то ребенку четкие границы Мне кажется, что это не поможет Он все равно будет агрессировать И будет делать так, как он хочет У меня на лице этот вопрос вызывает улыбку И я скажу почему Я вообще не понимаю, о чем идет речь Что такое кризис трех лет О чем мы вообще разговариваем О каком осложнении трехлетнего малыша мы можем говорить Мы можем говорить только об осложнении в голове у родителей Три года ребенок проходит фазу сепарации-индивидуации Что это такое? Он наконец начинает познавать мир своими собственными ногами И у него возникает потребность отделиться на какое-то время от мамы Побежать там и будет что-то посмотреть Потом он пугается, естественно Потому что он еще не приспособлен выживать сам И он обратно прибегает к маме И вот тут возникает проблема Ребенок становится одеженным Это фаза Ну еще у нас, да, есть такой термин Мы говорим о том, что ребенок входит в эдит Это вопрос решения полуродевой идентификации То есть мальчик выбирает себе роль мальчика Ну как бы пол мальчика Идентифицируясь с папой Девочка, соответственно, идентифицируется в этот момент с мамой Этот период длится от трех до пяти лет Это можно еще и с этой стороны посмотреть Но ничего особенного не происходит Ребенок просто становится взрослее, чуточку Но вот эту вот чуточку Почему-то родители не в состоянии пережить Но в данном случае я больше говорю, наверное, о матери То есть три года она имела возможность Неограниченной власти над этим маленьким существом И вдруг это маленькое существо объявляет Я есть И я – это я У меня есть свой мир Еще маленький, но он есть И я настаиваю на том, чтобы вы уважали Этот мой маленький мир Это мое пространство Вот тут возникает шок Мы всегда говорим, чтобы вот в этой вегипальной фазе Очень важно, чтобы появился третий Появилась фигура отца Ну это образное понимание То есть это некто, кто разобьет вот эти диатные отношения Между матерью и младенцем Для того, чтобы дать ребенку способность Быть немножечко свободней Это знаете, как игра в пятнашки В котором вот есть вот эта дырочка То есть это дырочка, вокруг которой формируется нехватка В этой нехватке у ребенка рождается желание что-то делать А потому что когда присутствует мама Тотально У ребенка нет этой дырочки У него нет возможности даже почувствовать, что ему чего-то не хватает Потому что все его желания на опережение исполняются То есть он вообще не может даже сформулировать в итоге, будучи взрослым Вообще, что он хочет В моменты кризиса родителям, если совсем тяжело Просто уйти, например, в другую комнату Просто выдохнуть, попить чай, успокоиться Потому что сложно переживать, если ребенок на протяжении двух часов кричит И вам просто нужно выдохнуть Если нет помощников, выйдите в другую комнату Отдышитесь, попейте чай, успокойтесь Когда вы придете в состояние спокойствия Возвращайтесь к ребенку, обнимите его Скажите, что вы его любите И тогда все получится Совет родителям Не забывать о том, что это дети А мы родители, мы взрослые Не замыкаться от детей, не агрессировать в ответ А просто относиться к этому всему спокойно С мыслью о том, что это скоро все пройдет И все будет хорошо Не перегибать палку в воспитании Прям таком жестком У ребенка тоже должны быть свои личные границы У него тоже какое-то свое мировоззрение Которое не стоит нарушать Очень важно для себя понять Что в три года ребенок действительно Становится немножечко более самостоятельным Он настаивает на этой самостоятельности И проблема не кризиса ребенка Проблема кризиса в голове мамы Которая настаивает, чтобы ребенок оставался Ее собственностью Но он не собственность Он человек И нужно принимать все его человеческие характеристики Почему мы каждый раз говорим о том, чтобы ребенок мог иметь свое пространство для игры И время свое для игры Потому что это то время, в котором он находит, обретает себя Свое собственное желание А нам надо только за этим наблюдать и смотреть, где оно И потом, естественно, выхватывать его И направлять в этом русле, в который ребенка лучше получается И более интересным Если мы хотим сделать что-то хорошее Но чаще всего на что выходит? Мы настаиваем на том, чтобы он был таким, как мы этого хотим Это большая проблема Потому что на самом деле аналитики сталкиваются очень часто в своей работе С тем, что мама приходит, приводит нам детей И говорят о том, что дети, ну вот невыносимые Помогите, но с проблемой Мы начинаем разбираться, помогать Мы делаем ребенка этим маленьким субъектом И его тут же забирают из анализа Его тут же забирают И знаете почему? Потому что ребенок становится неудобен Поэтому работать с детьми всегда очень тяжело И не потому, что с детьми тяжело работать А потому, что дети – это всегда симптом родителей И пока родители не займут взрослую, зрелую позицию Не нарциссическую, а родительскую Вот только тогда мы можем каким-то образом помочь Ребенку адаптироваться к этому внешнему миру Пока у родителей нет представления о том, что ребенок – это субъект И они находятся в своих иллюзиях, что это часть их Которая служит продолжением их нарциссического начала Мы ничем помочь этим детям не сможем Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok